так вчера было обновление microsoft flight simulator вышло обновление 11 называется и называется еще она сейчас я вам покажу короче 40-ая годовщина и в честь этого они добавили в игру кучу новых самолетов и одним из них оказался в right flyer 1903 году на этом самолете совершили первый полет но есть небольшие нюансы если почитать на википедии во-первых 46 метров в секунду где-то здесь написано 21 миля встречный ветер был во вторых здесь есть нюансы потому что это первый самолет при котором летательный аппарат с человеком поднялся воздух на тяге двигателя пролетел вперед и совершил посадку на месте с высотой равной высоте места взлета вот так вот то есть возможно до этого кто-то тоже летал но может быть без двигателя может быть я не знаю на воздушном шаре не может быть а точно но тем не менее этот самолет и братья в райд вошли в историю давайте посмотрим на этот самолет если это можно так назвать и смотреть мы будем вместе где первый полет совершился на этом самолете значит в википедии еще написано что находится вот здесь вот в долине китти-хоук соединенные штаты америки значит южнее нью-йорка давайте найдем нью-йорк это где-то вот здесь вот так вот нью-йорк а вот она first flight и здесь даже есть агродромчик специально для этого только зачем здесь асфальтированная дорога я не понимаю я не хочу лететь white brothers national memorial здесь даже есть так это что вечер я хочу днем лететь ладно все равно нам придется время скорее всего перематывать а это что монумент столетию полетов а это что такое тут есть травя трава нету травы где ж травяные полосы в этой америке 16 узлов нам не подходит нам нужно чтобы воспроизвести полет чтобы было так это где ставится вот здесь вот 21 узел был и так как полоса у нас 0 3 ветер ветер должен быть четко 30 градусов и так она не ставится окей 30 поставят ну все полетели смотрим кроме этого еще добавили там 11 самолетов и вышел еще один новый самолет от другого разработчика не именно от microsoft а поэтому вчера был такой урожайный день и сегодня мы посмотрим с вами три таких самолета разных сейчас я табличку еще открою вот список что я планирую посмотреть из таких старых винтажных исторических самолетов значит вот это зелененький мы уже посмотрели французские самолеты так алло звуки интересные ветер 21 узел 30 градусов так по моему нас сдувает просто таким ветром тихо тихо так нам нужно выбрать баланс так чтобы нас не сдувало 18 узлов сдувает 17 не сдувает и время поставим день вот так вот выглядит эта махина летели они естественно с травы в общем это санки на которых лежит один человек выглядит довольно прикольно но мне не нравится что она стоит на траве не на траве давайте мы немножко знаете что сделаем сейчас мы строим читерство мы сделаем такой ветер чтобы у нас сдуло на травку все хватит возвращаем примерно 18 узлов так чтобы нас не сдувало вот 17 нормально и вот здесь вот уже поинтереснее будет можно и скриншотис уже сделать так что мы видим здесь это биплан два крыла куча деревянных каких-то конструкций минимум безопасности прикольно и я не знал что у него два пропеллера давайте остановим двигатели посмотрим как это вообще выглядит вот так вот выглядят огромные эти винты сзади так почему-то нас начало сдувать когда я выключил винты слишком ветер сильный а если я нажму на себя то что может мы полетим ладно давайте запустим эту махину вот такой вот четырехцилиндровый двигатель и очень крепкие цепи для автомобилей которые использовались так стойте он у нас уже вперед летит так я не пойму этот самолет очень странно он себя ведет поставили ветер 21 узел дали немножко тяги и мы уже в воздухе класс ну давайте попробуем на этом полетать сходу я не знаю если не управление хвостом почему-то у нас даже ручку они ручку показали почему у меня не работает управление джойстиком ага потому что он не подключен почему-то почему-то все у нас есть игра нас не выкинула все теперь мы можем управлять смотрим хвостом управлять отдельно мы не можем движение синхронизированы он тазом управляет смотрите прикольно вперед назад штурвалом а вправо влево он управляет получается бедрами вот это да ладненько посмотрели его в принципе найти надо скорее не знаю глайдер плюс санки плюс двигатель ну я думаю нам стоит полететь на этом ветер мы настроили как был в тот день когда был первый полет если здесь ручка газа я не знаю но скорее всего есть вот я даю сейчас процентов 50 мощности даю 100 и ничего не меняется так почему мы не летим еще раз смотрим что-то мы вообще остановились давайте нажмем control е может быть с топливом проблемы так я думаю с топливом проблема да у нас закончилось топливо давайте его загрузим немножко так топливо загрузили нажимаем control е и эта машина работает ну и все у нас есть мы можем управление у нас есть но разгоняться не спешит эта машина странно вроде все же у нас нормально так даже какие то записочки есть так какая то катапульта еще тут была а вот катапульта так меня еще и выстреливали чем то ладно так ну у нас удалось подняться в воздух но сейчас что-то не так все хорошо как было в начале спид есть направление есть эта штука почему-то еле крутится хотя ветер у нас мощный так давайте я включу поменьше как спрятать эту катапульту так что то не хочет лететь наш famous right flower flyer flower так короче херня получается как убрать эту катапульту блин может тут надо что то нажать где то шо это такое тачин клауд не пойми шо ладно давайте наверно ветер уберем встречный может это так должно работать брали мы ветер дали газок и ничего не происходит никаких паркинг брейкс не стоит ничего не стоит приходится нажимать restart ну воздух мы поднялись поднялись так уже разгоняется у нас наша машина подождите все таки ветер я хочу поставить такой как был в тот день 21 так ну это уже что то вот нас поднимает но мощности двигателя не хватает вообще лететь вперед вот нас колбасит на потоке мы поднимаемся вверх ох сейчас кусты нас унесет так дайте мне встречный ветер нам нужно разогнаться нет о такой сильный ветер просто относит этот самолет что они там делали в 21 узел хотя вот нет мы видим и вперед вроде летели нет меня просто колбасит в деревьях так дела не будет нажимаем еще раз restart пробуем вообще без ветра сразу нажимаю паузу и делаем ветер ноль вообще что ж снимаем с паузы и мы уже даже разгоняемся ну видим немножко не реалистично это сделано так мы в воздухе и мы падаем опять разгоняемся тянем на себя второй раз он уже не хочет залетать еще раз restart давайте 21 узел поставим ну куда он едет вот просто так он берет и катится я убрал вообще газ наверное это так не работает 21 узел нас просто подкидывает воздух сам вот такие-то ужастики короче весело мы посмотрели этот самолет и видим это мало похоже на самолет который мы смотрели в 1909 году Блерио 11 на котором уже пересекли Ла-Манш так ну на этом обзор заканчивается этого интересного летательного аппарата и еще раз крючок